Музыка Нам очень приятно, что именно в День города мы приехали из Санкт-Петербурга для того, чтобы провести эко-марафон. Нам очень хочется, чтобы этот праздничный день еще был украшен экологическими действиями. Вело и фотокроссы. Начнутся экологические станции. В проекте участвует администрация Иван-города, городское управление Нарвы и два крупных предприятия из Санкт-Петербурга. Это комитет по природопользованию с подведомственной организацией «Минерал» и гидрологический институт. Лидер проекта – Таллиннский технический университет. 15 марта мы открылись. 2 июня были первые работы уже в Доме культуры. Дети делали плакаты, вы видите их в крепости. 13 числа было такое же мероприятие в Нарве. А сегодня у вас финал. Но они будут продолжаться еще два года. Мы ждем осенью, это будет осенний, зимний, так он называется, в ноябре, между осенью и зимой. Зимний экомарафон, потом будет летний экомарафон, зимний. То есть у нас много с вами, долгая-долгая путь. Мы надеемся, что вам понравится в нашем мероприятии. Мы, по крайней мере, будем очень стараться. Сегодняшний день считается, что в Нарве достаточно чистая вода по критериям гидрохимическим. Но наш проект посвящен для того, чтобы мы смогли с эстонской стороны, с российской стороны просчитывать правильный вклад в загрязнение. Но наш проект нацелен на биогенное загрязнение. Но в рамках сегодняшнего дня у нас еще знаменательные два проекта встретятся. Есть еще один проект, который занимается опасными загрязнениями, в том числе и фармакологическими. В ходе Велоквеста наши участники привезут из разных точек воду. И эту воду мы будем еще раз исследовать совместно с жителями в крепости. Такая же вода в разных источниках. Причем они будут дать и на водохранилище, и на Байковском карьере, и на Золотом пляже. То есть мы посмотрим на весь спектр воды, которая существует, природной воды, которая существует вокруг Ивангора. Вот сейчас берут пробы. Как вам кажется, здесь чистая вода? Пятен я не видел, я так скажу. Рыба вкусная. Была чистая вода, такая рыба не водилась. Если бы грязная была. Если бы грязная была. Музыка. 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 Вот сегодня я смотрю просто это курорт, очень чистый воздух, абсолютно чистый воздух, никаких ощущений города нет. Можем сказать, что люди тянутся к нам, люди хотят узнать о качестве воды в любимом городе, в любимом водоеме, реке, в частности реки Нарве. Но сейчас у нас уже начались полевые работы, то есть у нас информирование населения идет, а сейчас чисто полевые работы научные идут. У нас отбираются пробы воды на фосфаты, аммонии, то есть это те показатели, биогенные показатели, которые заглядяют в нашу реку Нарву. То есть первый этап сейчас полевых работ пройдет, будут получены результаты, они будут оповещены и местное население, и научные, то есть на всех конференциях, презентациях эти результаты будут доступны для широкого службы. Это еще не все, следующий год будет, опять же, так же у нас будут проводиться, и население, как раз мы можем уже по результатам первого опробования, вот сейчас полевых работ, мы уже можем населению сказать, какие первичные результаты. А дальше, в конце нашего проекта, у нас выйдут методические рекомендации и по оценке вклада, воздействия загрязняющих веществ, в частности фосфаток и азота аммонийного на поверхностные годы реки Нарвы. Понятно, но вы все-таки проводили предварительные анализы, а что они показали вообще? Ну, такие предварительные, мы понимаем, что они не на все фосфаты, но хотя бы на загрязнение. То есть, вот в рамках нашего эко-марафона у нас был одно из мероприятий, это велоквест. В рамках велоквеста люди отбирали пробы воды в разных точках водоема, водоема окрестностей города Ивангорода. И то, что мы сейчас вот как бы на станции уже здесь посмотрели, то есть мы посмотрели кислотность воды. То есть, в принципе, у нас вода по своим показателям по кислотности, PH, она укладывается в пределы предельно допустимых концентраций. То есть, никаких критических ситуаций нет. Фосфаты, которые мы делали, ну, они все в пределах нормы. То есть, у нас пока никаких критических показателей, у нас не получилось превышающих значений, нормированных значений. Так что пока вот предварительные данные корочества. Ну, вы так раз просто сказали, что почти, то есть, все почти в норме. Но вот если, чисто простым человеческим языком, хорошая вода у нас или она скоро может быть уже нехорошая? Я думаю, главное, для того, чтобы вода была хорошей, сознание людей, чтобы люди сами понимали, это не только вот местное население, которое тоже может, ну, какой-то внести вклад в загрязнение, но и те предприятия, которые сбрасывают загрязняющие свои источные воды в реку Нарвы. То есть, вот главное сознание людей, и вода будет чище, а сознание уже есть. Люди начинают понимать, что нельзя так жить. То есть, ты наследил, ты убери за собой. Поэтому я думаю, что с водой будет все хорошо.